Татьяна Хрипун 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 писать. Вы помните вообще вашу первую работу, такую более-менее серьезную? Ну, может быть, книгу, о которой вы говорите, она была 10 лет назад. Если перечитать ее сейчас, ваши впечатления будут о прочитанном? Какие? Ну, закрыть и никогда больше не читать. Примерно такие. Поэтому, поэтому у своей первой книги я считаю книгу «Обернись». Вот как раз это ваши две конкурсные работы «Обернись» и «Система». Вообще, вы можете кратко рассказать о этих книгах и кому вы советовали бы их прочесть в первую очередь? Ну, могу кратенько минут на 40 рассказать, да. Кому бы советовала? Ну, вот, если говорить об «Обернись», я бы, вообще, я не советую никому ничего, потому что вообще, как-то, мне кажется, нескромно советовать свое творчество кому-то. Если говорить об «Обернись», то я бы советовала эту книгу прочесть, во-первых, тем, кто живет на севере, это 100%, потому что это очень близко. Тем, кто уехал с севера, но скучает, это вот люди, которые как раз читают и много отзывов вставляют о том, что это все так и есть, там, что я прям окунулся, там, погрузился в это, когда читал, там, слышал, как деревья там шуршат, как птички поют. Вот. Тем, кто хочет получить ответы, наверное, на какие-то вопросы, может быть, самостоятельно не может этого сделать. Ну, так бывает, да, вот мы там о чем-то думаем, а ответы получить не можем. И вот эта книга, может быть, может помочь. А не советую читать, вообще не советую читать моим близким, знакомым, друзьям, потому что я уже неоднократно слышала, что когда кто-то из моих друзей читает эту книгу, кто-то прочитал уже, люди очень сильно переживают. Ну, это правда. Хотя, ну, все понятно, я жива, здорова, все хорошо, со мной этого не происходило. Но на самом деле я ни от одного человека слышала, что люди звонили, говорили, Таня, вот ты там когда шла, или там ты когда что-то делала, говорит, это была не я. То есть всегда говорят, что это была я. Ну, просто вот настолько сильно проецируют героиню произведения на меня. Поэтому, если у кого-то проблемы с сердцем, то вопросы, как бы, нужно вам читать это или нет. Потому что есть моменты, где прям слезы так и наворачиваются. Повествование идет от первого лица. Ну, вот это и приближает читателя к автору очень сильно. Роман «Система». Роман «Система» — это совсем другое дело. Почему я вот в некотором замешательстве, что именно эта книга прошла, конкурсный отбор и стала финалистом, потому что я вообще никаких на нее не возлагала надежд. Просто она была готова, поэтому я ее тоже закинула туда, в этот конкурс. Я и думала, что если какая книга и пройдет, то это будет обернись. Ну, я вообще, честно говоря, не очень-то об этом думала. Мне было, ну, не то, чтобы все равно. Ну, потому что большой конкурс 400 участников там, точнее, ну да, наверное, 400 участников, 400 работ, ну, может быть, меньше чуть. То есть, ну, понятно, что конкуренция огромная, книги, я думаю, достойные, и это со всей страны, и, по-моему, там и зарубежья, что ли, тоже есть. Вот. И поэтому никаких не было особых таких прям... Почему-то отправили работу на конкурс? Почему-то, потому что я для газеты, кажется, для сайта делала информацию, чтобы проводиться этот конкурс, и подумала, так вот же, собственно, вот он. Вот туда же еще можно отправить. Ну, то есть, я на какие-то конкурсы закидывала в течение года, не очень на многое количество конкурсов, потому что они проводят, тоже так странно, что ты не всегда знаешь, что конкурс проводят, это надо прям мониторить. С начала года по конец, чтобы знать, в какие периоды какие конкурсы проводят вообще в стране. Вот. И закинула, и закинула, и, кстати говоря, я об этом, в общем, и забыла. Я, кстати, об этом не думала ни одного дня, что там, что будет происходить. И когда мне позвонили, сказали, что вы финалист, там была очень смешная ситуация, я говорю, да, хорошо, а с какой книгой? Они говорят, мы не знаем. Просто написано, что финалист. Можем сказать номинацию. Говорят номинацию, а я не помню, в каком номинации, в какой номинации я какую книгу отправляла. И я понимаю, что сейчас надо поднимать какие-то там документы, чтобы понять. Ну, вот я поняла, что эта система, очень удивилась. Роман «Система», он, это фантастика. Жанр, в котором я, который я не люблю, и в который я не читаю сама. И как так получилось? Ну, вот не знаю, для меня тоже это загадка. Вот мне спрашивают, а как так получилось? Я не знаю, как так получилось. Просто пришла как мысль, это было года полтора назад, может быть, два. А что вот было бы, если бы вот мы жили в мире, где все живут за стенами? То есть, если ты зарабатываешь вот столько денег, ты на такой социальной лестнице находишься, ты живешь там в таком-то классе. Если ты столько-то денег зарабатываешь, то в таком-то. И вот как-то начало это рождаться. Просто я сидела что-то вечером, начала потом думала, думала, думала. И вот у меня рождается такая мысль, что и вот людей разделили, вот они за стенами. И не просто за стенами, а всем этим, даже что-то управлять, какая-то высшая сила, грубо говоря, это же не может хаотично происходить. Это какая-то вот четкая структура. Я поняла, что четкая структура – это система. И мысль еще такая, что мы же сейчас все в соцсетях, у нас банковские карты, мы полностью открыты, об этом говорят постоянно, это ни для кого не секрет. И если углубиться вот в эту мысль, то ты понимаешь, что о тебе по хорошему раскладу можно все узнать. Ну, очень многое, да? Если иметь немного фантазии, ума и сообразительности, и немножко полазить в интернете. А если так будет продолжаться, то наступит этап, когда мы вообще не сможем уйти в тень, мы не сможем ничего о себе не сообщать. И я подумала, а что, если вот, ну, это и есть система будущего, когда о тебе известно все, и когда ты обязан о себе сообщать сведения о системе, для того, чтобы быть в этой системе. Ну, и вот так это стало рождаться. То есть нет денег, есть бонусы, нет, ну, вот, нет традиционного института брака, есть, ну, искусственно созданные дети, лучшее, берущие от своих биологических родителей, для того, чтобы воспроизводить потомство. Самое здоровое, самое крепкое. Вот. Ну, и как бы пошла, пошла, пошла эта мысль развиваться, и таким образом вот появилась история, появился сюжет. Когда история была готова, не было ощущения горечи, может быть, какой-то о том, что такое будущее, в общем-то, вполне себе неизбежно? Да, я думала об этом в процессе написания, потому что там очень много слоев этой во всей истории, то есть она такая не однослойная, то есть начинаешь читать это вроде об одном, продолжаешь читать это вроде о другом. В середине книги ты понимаешь, что это вообще про что-то третье. Вот, наконец-то, ты понимаешь, что это очень глобальная такая штука, она очень всеобъемлющая, и ты уже не понимаешь, вот, ну, как бы, ну, слишком такая она философская получается, и очень глубокая, на мой взгляд, это понятно, что я автор, я могу все что угодно сейчас говорить. Вот. Ну, я надеюсь, что такого не произойдет никогда, именно в таком формате, ну, вообще очень тревожно, да, когда мы понимаем, что мы реально в системе, ну, вот так, по-хорошему. Эти мысли меня, наверное, и тревожили, и вот, как сказала моя знакомая подруга-психолог, что сознательно иногда таким образом, точнее, подсознательно переходит в сознательное. Когда ты вроде бы ни об этом не думаешь, на самом деле вот мысли эти, они материализуются в листы. Роман «Система» вышел под псевдонимом «Яни Хаски». Откуда такое необычное имя? Ну, «Хаски» — это английское слово «хриплый». Я когда думала, а как так назваться? Вроде бы, ну, со смыслом и не со смыслом. Ну, Яни, это Татьяна, Яна, Яни, ну, в общем, как-то так получилось. Я хотела, чтобы, поскольку это непонятно вообще, там, русский автор, не русский автор, я хотела такой псевдоним. Ну, вот, кстати, почему? Потому что мне вот кажется так, что русская проза, ну, я, может быть, сейчас как-то кого-то обижу, это как-то вот не то чтобы на любителя, но какой-то сегмент меньший, чем проза зарубежная. То есть вот, если перед мной стоит выбор, взять русского автора или взять зарубежного, ну, вот, наверное, маркетинга, да, я вот выберу зарубежного автора 100%, не знаю, почему. Ну, вот не знаю, не могу объяснить, может быть, если порассуждать, я найду какое-то объяснение. И подумала, ну, раз вот это, там и имена, ну, они и не русские, и не американские, и не английские, и какие-то норвежские, это просто вот некие имена, их трудно к чему-то привязать, а я вообще их придумала, там, большинство имен просто придумала. И думаю, ну, пускай будет вот такой псевдоним нейтральный, чтобы вообще, я просто как, я как малодушно хотела поступить, думаю, если даже в этой книге станет кому-то известно, эта книга вышла под псевдоним, я тут ни при чем. То есть со мной это не связывайте. Вот у меня есть «Обернись», это про меня, это история личная, глубокая, там, прочувствованная, это философия, это мое. А то это как бы, ну, вот, типа такая вот игра. Это просто на самом деле для меня была некая игра, поэтому я спокойно это отдала под псевдоним. И когда я поняла, что мне придется раскрыть карту, в некотором смысле придется рассказать, что это моя книга, я в ступик встала, потому что слишком разные произведения, и всегда сложно объяснять читателю, который тебя знает по одному произведению, почему ты вот это написала. Ну, это не ты, это кто-то другой, ну, почему так? Обычно поэтому авторы используют в таких случаях псевдонимы. А кто редактирует главного редактора? Главный редактор? Я сама. Ну, то есть моя книга прошла в мою редактуру, и, кстати, не зря, потому что, когда я, у меня рукопись была готова, она была написана, в общем, с первого раза и начисто. И я вот ее отправила Ивану Алексеевичу Панкееву в Москву, который вот из журфака, который предисловие подарил книге «Обернись». И он почитал, он сказал, что это очень круто, что это надо опубликовать и так далее. И я когда решила опубликовать, я думала, ну, корректором девочкам отдать, кому-то из своих. А потом в какой-то момент подумала, нет, я должна это сама сделать, потому что мне надо, наверное, перечитать ее все-таки еще раз. И я не пожалела, потому что я немножко ее поправила, ну, незначительно, но для меня эта оправка была существенная. И я считаю, что вот такое надо самому делать. У вас есть какие-нибудь творческие планы, или, может быть, вы уже, несмотря на то, что времени не хватает, уже над чем-то начали работать? Я работаю, да. У меня одна третья часть книги написана, новой. Там такая интересная история с ней. Я уже рассказывала об этом в одном из интервью. В общем, история такая, что, как я говорила, уже один герой заходит в гости к другому герою. Такая история. То есть, как бы, это не продолжение. Абсолютно не продолжение. Это вообще на другую тему. Другая история. Это другая завязка, другой кульминат, другие лица там, да. И там и мысль совсем другая. Но там героиня, Аня Малинина, вот эта вот героиня книги «Обернись», она приходит в гости к другой героине, главной героине. И через историю главной героини ты начинаешь узнавать продолжение истории из книги «Обернись». То есть, вот она закончилась на каком-то моменте, да, то есть, хэппи-эндом, скажем так. А когда ты читаешь вот следующую книгу, это не продолжение, опять же. Но ты понимаешь, что это вот эта героиня, это вот мелькает этот герой, которого ты уже видел, знаешь, слышал. И ты понимаешь, что ты читаешь на самом деле продолжение их истории. Когда «Обернись» была готова, вы уже примерно понимали, что, возможно, такое продолжение имеет место быть? Это, вот я и говорю, что это не продолжение. Это такая, ну, это творческий ход такой, скажем так. Ну, почему я об этом задумалась? Потому что Аня Малинина, это для меня уже родной человек, и мне было так с ней тяжело расставаться, и, ну, просто что-то от себя оторвать, да. Я подумала, а может быть, кому-то тоже будет тяжело с ней расстаться так же, как мне. А если это так, может быть, и не нужно тогда этих расставаний. Тем более, что ее жизнь же не закончилась на том, что последняя страница была перевернута в романе, да, в этом, в этой повести. Поэтому, почему бы она, если я опять пишу, как бы о маленьком северном городе, а мы же понимаем, что вообще в городе многие друг друга знают, да. Ну, почему бы тогда моей главной следующей героине не быть знакомой с Аней? Потому что Аня, я журналист, ее там многие знают. То есть у меня какая-то такая смешедшая мысль начала рождаться. Я подумала, а почему бы, собственно, и нет? Зачем мне выдумывать каких-то других героев, если герои готовы? Они уже есть. И есть еще мысль сделать, допустим, третью книгу, я даже знаю о чем. То есть у меня есть эта фабула, просто ее переложить можно на маленький северный город, на большой южный город, на город заграничный, на все что угодно. У меня просто есть концепция, которую можно тоже привязать к этой теме. И есть еще герои незадействованные, которые я могу задействовать еще. Поэтому третья часть книги написана. Это совсем другая история, это другой язык, но посмотрим, что получится. Может, не понравится никому. Откуда черпать вдохновение? Ну, я не знаю. Ну, как вы обычно пишете? Как это происходит? У меня все в голове. То есть авторы по-разному рассказывают, как работают. Некоторые делают карточки, такая штука. В общем, пишут карточки, карточка каждого героя, допустим. Пишут карточки сюжета, пишут какие-то интересные метафоры, допустим, ну, что потом как бы даст им... Там очень по-разному все работают. Я стала этим интересоваться. Немного я об этом знаю, но как-то стала интересоваться. Я поняла, что у всех подходы разные. И у классиков, и у современников, у всех. У меня вообще нет никакого подхода. Я просто все держу в голове, и сажусь, и пишу. И обычно за собой никогда не переписываю. То есть как написано, так оно и будет. Потому что я один раз слышала гениальную, на мой взгляд, фразу издателя, который сказал, что я не знаю, делаю ли я книги лучше, может быть, я просто делаю их другими. И мне это так потрясло. Я думаю, я вот не знаю, делаю ли я статьи чужие лучше. Надеюсь, что делаю. Потому что я хотя бы просто ошибки убираю, и ничего там особо не правлю. А вот сделаю ли я свою книгу лучше от того, что я буду бесконечно ее править, это большой вопрос. Поэтому я вот этого и не делаю. Как написано, так написано. Есть атрибуты, которые вас обязательно должны сопровождать во время вашего написания? Может быть, это любимая кружка, или мягкий плед, или тапочки, без которых вы просто не можете начать. Вот есть что-то такое, что вас обязательно должно окружать? Я вообще как кран включаюсь водопроводный. То есть я села и начала работать. Я также работаю и здесь. То есть для меня вот это, это, в общем-то, такая же работа, какая здесь происходит. То есть мне надо работать, я села, я работаю. Если я знаю, что я могу, меня никто не отвлекает, мне просто как бы что-то так получается, очень многие отвлекают в последнее время. Я хочу сделать что-то одно, а начинаю делать что-то другое, а потом, а мне же на сайт надо что-то еще выложить, а мне потом прислали текст, мне надо поправить. То есть я как села, и я понимаю, что два часа я просидела, но я еще ничего не сделала. Вот, у меня такого нет, у меня есть кот, который валяется в ногах у меня И всячески, в общем, своим видом выражает, что ему не нравится, что ему лампа светит в глаза Что поздно, что у меня там ноутбук жужжит, в общем А так нет, я могу вообще работать в любом месте И, кстати, обернись, я писала, у меня был мой командирок в тот год Я писала ее во всех своих командировках Я писала в поезде, я писала за границей, когда была в отпуске Я в самолете очень много написала Я писала с температурой во Владивостоке, когда летала на ВФ, у меня была дикая температура И я просто всегда сидела и писала эту книгу Мне ничего не могло, я лежала, я стояла, я сидела, я где-то там, забившись в угол, там, где-нибудь, когда было время То есть мне просто настолько хотелось сказать все, что я сказала в ней Что мне было неважно, я могла стоять на голове и писать эту книгу То есть вот вообще все равно И мне не нужны для этого никакие заметки То есть у меня все в голове, и я пишу так, как я чувствую, как я думаю Написав книгу, вы чувствуете, что вы перевернули какую-то определенную страницу своей личной книги И начинайте, может быть, жизнь с какого-то нового чистого листа На самом деле, написав «Обернись», я поняла, что я себе ответила на самые главные вопросы, которые я должна была на которые ответить Потому что эта книга была написана исключительно для одного человека, для меня самой И поэтому очень долго я эту книгу, почему мне когда спрашивают сейчас Почему ты не сделаешь пресс-конференцию, почему ты не собираешь людей, которые читали Их достаточно много, и они хотели бы задать тебе какие-то вопросы Я всегда отвечаю на это так, настолько личная история, что на некоторые вопросы я просто не хочу до сих пор отвечать Это правда, это не шутка И поэтому я ее написала для себя, и вот опубликовала только в силу определенного стечения обстоятельств Со мной вселенная заговорила на языке обстоятельств, и я поняла, что, наверное, мне надо ее опубликовать Ну, как бы, грубо говоря, не надо жадничать Если у тебя есть с чем поделиться, поделись А люди уже оценят или не оценят, то есть это уже не от тебя зависит И я поделилась, и при этом для себя, когда ты это оформил в какую-то мысль и изложил ее на бумаге Тогда ты, наверное, ее понял окончательно Пока она у тебя просто в голове, то есть мозг же, он раньше рождает мысли и какие-то решения, чем ты это начинаешь осознавать Но вот когда оно написано, ты на это смотришь Просто вот сейчас, когда я ее перечитываю, села, кстати, вчера И я читаю вот сейчас, по прошествии года, как чужое произведение И я не помню, как я ее писала Я не помню ничего Вот для меня это просто книга Где, в какой момент я что писала, я этого сказать сейчас не могу Я читаю, я понимаю, что это чьи-то оформившиеся мысли, которые мне близки просто Вот сейчас я ее так воспринимаю Мне она очень помогла Я знаю людей, многих, которые мне пишут комментарии, что она им помогла тоже в чем-то И вот и в этом миссия этой книги Спасибо вам большое за интервью, за то, что нашли время в своем плотном графике И уделили нам несколько минут Это был разговор по существу, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok